Здравствуйте! Вы смотрите новости деловой среды в студии Дмитрий Сапунов. Мы продолжаем цикл передачи потребительском рынке города Омска. И сегодня мы поговорим о предприятиях бытового обслуживания. Гость нашей студии Ирина Константиновна Живаева, председатель ремесленной палаты Омской области. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Дмитрий. Давайте сегодня поговорим о том, какие проблемы на сегодняшний момент стоят предприятием бытового обслуживания. Что мешает качественно оказывать услугу или наоборот не мешает. И мы очень впереди планеты всей, и как очень часто любят говорить про Омскую область, мы на хорошем качественном уровне. Вы знаете, наверное, всегда хочется о себе говорить, что мы действительно сильны, что мы действительно многое можем. И действительно потенциал, если оценивать потенциал, то потенциал достаточно высокий. Другое дело, что многие наши задумки не реализованы. И этот потенциал на самом деле, те ресурсы, которые есть, они тоже на сегодняшний день пока еще не реализованы. Почему? Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что предприятия бытового обслуживания на сегодняшний день и в Омске, и в Омской области, в подавляющем большинстве это предприятия частные, и, конечно, в большинстве это предприятия малого бизнеса, если точнее быть, микробизнеса и, более того, семейного бизнеса. И как всем этим предприятиям, им присущи все проблемы, которые сейчас волнует малый бизнес. Но есть еще и особенности. Если мы говорим бытовое обслуживание, бытовые услуги. Ключевое слово здесь – услуги. Особенность услуг в чем? Что более 80%, так считают специалисты, качество и безопасность этих услуг зависит от того, кто их оказывает. То есть я так плавно подвожу вас к вопросу кадров. Что вот мы, когда ранжировали на правление ремесленной палаты, что все-таки на сегодняшний день больше всего заботит предприятие бытового обслуживания. И большинство членов ремесленной палаты, членов правления ремесленной палаты отмечают – это проблемы кадров. Во-первых, это нехватка кадров. Ну, вы понимаете, сегодня мы, конечно, не будем обсуждать эту тему, что у нас сейчас в стране стопроцентное высшее образование. И, конечно, далеко не каждый после этого высшего образования хочет идти портнихой, швеей, парикмахером. Это одна история. Но есть еще и то, что просто реально нехватка, физически нехватка тех, кто будет это выполнять. И еще один аспект, если мы говорим про кадры, это недостаточная подготовка кадров. И те требования, которые предъявляет на сегодняшний день работодатель, они не соответствуют тем знаниям, которые дают в учебных заведениях. Но вы знаете, вот буквально сегодня, наверное, что-то действительно носится этим жарким летним днем в воздухе. Я слушала новостейную передачу, и очень приятная новость. Наше Министерство труда Омской области с этого года будет разрабатывать специальные документы, регламенты для работников, требований по профессиям, что все-таки нужно. А это значит и к учебным заведениям. Какой должен быть выпускник, какого качества. Это значит, мы будем работать в унисон, и значит, мы будем слышать друг друга. И в итоге те выпускники, которые будут к нам приходить, они будут достойно выполнять свою работу. Ну и все равно остается еще очень важный критерий – это производительность труда. Почему на сегодняшний день многие наши предприятия бытового обслуживания, особенно швейники, предпочитают брать гастарбайтеров швейного дела, потому что, как нам говорили, швея из Киргизии или швея из Китая, за тот же отрезок времени она делает пять блузок, наша же швея омская делает одну блузку. Мы говорим бытовое обслуживание, и если посмотреть, то под него подкладывается очень много предприятий. Это и ателье, это и химчистка, это и салоны красоты сюда относятся, это и ювелирка сегодня относится. Мне кажется, не много ли мы, мы или законодатели прежде нас, напихали в это понятие, что с ним самостоятельно теперь не могут разобраться и не могут понять, а где у вас проблемы? А в чем у вас проблемы? Вот этих хорошо, но у нас вот там кто-то говорит, у нас там проверяющие приходят, требуют там по-химнерски. Подождите, ну предприятие бытовое, все нормально, все проходит по нормативам. Нет ли перебора под понятием бытовое обслуживание? Ох, Дмитрий, вы великий гуманист, вы так гуманно ставите вопросы, представляете наше правительство, особенно законодателя в таком, знаете, наивно-невинном образе. Дело в том, чтобы если бы законодатель, если бы наши властные структуры, всех ветвей власти, хотели действительно помочь и разобраться, я думаю, они бы не заблудились. Сейчас, на сегодняшний день, действует классификация видов деятельности. И вот есть услуги, и они попадают по услуге, и никому не нужно, что там, вот весь этот перечень. И оно же не само туда попало, это же кто-то сформулировал, это же не общественная организация, и не сами эти какие-то вот частные вот индивидуальные предприниматели все в одну кучку вот так вот сбежались. Так сложилось, что вот услуги, есть общероссийские классификаторы видов деятельности, и оно было утверждено. Дальше вступает в силу, это стало очень удобно налоговикам. И здесь прослеживается тоже, вот вы понимаете, даже государственный подход, поскольку сейчас предприятия бытового обслуживания интересуют власть как объект налогообложения. Вы понимаете, то есть это очень обидно и очень неправильно, потому что за этим теряется как раз и социальная направленность этих предприятий, и то, что качественные и безопасные услуги, это уровень жизни определенный, да. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы, и нам бы хотелось, чтобы, может быть, более дифференцированно был подход. Но что этому мешает? Вы же понимаете, особенно у нас в стране, это должно быть, во-первых, понимание, и самое главное, политическая воля. Но я думаю, что сейчас у нас, поскольку настолько сильна «Единая Россия», и везде в большинстве голосов осталось только, я думаю, достучаться до «Единой России». А от профессионального сообщества какое-то движение в эту сторону есть, которое говорит, вот давайте нас классифицировать вот так вот. Это не совсем точно и не точно отражающее реалии сегодняшнего дня. Мы как раз с вами перед записью разговаривали о том, что законотворчество отстает, особенно в таких вещах, которые связаны с услугой населения на потребительском рынке, потому что люди меняются быстрее, чем меняются законы. Вот движение какое-то, что делает на сегодняшний момент ремесленная палата, чтобы изменить ситуацию? Если говорить о ремесленной палате, то ремесленная палата Омской области, как и ремесленные палаты, которые есть почти во всех субъектах Российской Федерации, у нас есть общероссийская ремесленная палата. И на уровне уже общероссийской ремесленной палаты уже в течение более чем 10 лет лоббируется закон о ремесленной деятельности Российской Федерации. Но, как вы понимаете, 10 лет для истории России, для новейшей истории России, это слишком большой срок. Мы даже, если обратить наши взоры, то, что было 5 лет назад, и то, что сегодня мы уже должны корректировать, мы должны что-то изменять. Поэтому и закон сейчас нужно изменять. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев объявил о том, что будет у нас большое правительство, расширенное правительство, то председатель общероссийской ремесленной палаты Кобелев, он в первую очередь обратился, что Дмитрий Анатольевич, поскольку бытовое обслуживание, ремесленничество, мы-то больше всех пострадали, и вот как страдальцев нас, пожалуйста, включите и обратите внимание на отрасль. Ведь, ну вот с моей точки зрения, понимаете, когда мы говорим ремесленничество, бытовое обслуживание, я сейчас специально, условно разделяю для лучшего понимания ремесленничество и бытовое обслуживание. Но на самом деле это одно целое, потому что это сегмент экономической деятельности, который нужен не только нам, не только ремесленной палаты, не только народу, населению. Это нужно в первую очередь государству. Ведь как сегмент экономической деятельности, чем он характерен? Что с точки зрения, если мы говорим о том, что нам нужно больше предприятий малого бизнеса, чем больше будет предприятий малого бизнеса, тем больше будет у нас среднего класса и так далее и тому подобное. Так вот, вход, вхождение в предпринимательскую деятельность именно в этой сфере, он самый недорогой, он наиболее простой, и на него надо обратить пристальное внимание. А мы сейчас бесхозные. Если вы уж сказали, что законодатель, вот он запутался, бедолага, и никак не знает, почему мы так сгруппированы. Тот же законодатель, вот я специально принесла журнал, который выпускает, да, вот наша ремесленная палата, общероссийская, под названием «Бедный Минпромторг». То есть правительство Российской Федерации только в 2010 году перебросило все проблемы бытового обслуживания в ведомство «Минпромторга». «Минпромторг» год только обдумывал, что это, как это, и что делать с этим объектом теперь своей деятельности. И только спустя год, в 2011 году, был создан первый экспертный совет. А что же делать все-таки с бытовиками? А как вот все-таки вести вот этот нормотворческую деятельность? Задумались, да. Для этого потребовался год. Прошел еще год незаметно. Что за этот год успел Минпромторг? Он успел. С Министерства экономики, уже субъектов федерации, запросили статистику. И там было очень много вопросов. А сколько предприятий бытового обслуживания? А как один дифференцирован? А кто там работает на этих предприятиях? А какая демографическая составляющая? И так далее, и тому подобное. Из всего перечня Министерства экономики региональной смогли ответить только на 2-3 вопроса. Почему это произошло? Опять же, ваши любимые законодатели. Это вступает в противоречие с федеральным законом 131, о муниципальном самоуправлении. Замечательный закон самоуправления. Все очень здорово. Но там есть такой абзац, что развитием бытового обслуживания на свое усмотрение занимаются органы местного самоуправления. Но что они должны этим заниматься, это не говорится. То есть это не обязательно к выполнению. Не обязательно ввести реестр предприятий бытового обслуживания. Вы можете где-то узнать, сколько у нас сейчас предприятий бытового обслуживания? Нет, налоговый только. Нет, там такого налогового... Вы же смотрите, вы когда регистрируете, допустим, ну вот, допустим, захочется вам стать предпринимателем, вы заявляете предпринимательскую деятельность, и вы можете писать очень много видов. Вы можете писать, что вы будете и шить, и вышивать, и в то же время, может, и продавать, а может, вы там будете еще и в космосе летать. То есть законодатель это не запрещает. Перечень на одного предпринимателя. Поэтому и налоговикам никто не вменял это отслеживать. Поэтому на сегодняшний день, то есть есть этот закон, есть этот закон, но закона координирующего и где было прописано вот долженствующее, что должны быть вот какая-то вертикаль создана, в хорошем смысле вертикаль, которая когда-то была в 90-е годы разрушена. И что нужно координировать действия и поддержки программ правительства, чтобы это было не так, что а вот давайте вот это сделаем, а давайте вот выставку проведем, а еще что-то, какие-то отрывочно-обрывочные вот такие вот мероприятия, а единая программа. Этого нет ни на федеральном уровне, этого нет ни на региональном. Мне еще кажется, вот произошло очень серьезный, возникла серьезная проблема, когда помните, раньше очень удобно были комбинаты бытового обслуживания, где предприятия бытового обслуживания объединялись, да, и в сущности генерировали поток друг к другу. Сегодня я смотрю, достаточно огромное количество участников рынка, вот они разбросаны по городу, то есть рыночные условия как-то дали возможность самостоятельно что ли каждому желать. Вот может что это вернуться к таким укрупненным формам? Вы знаете, как говорится, рынок обычно расставляет все по своим местам, и рынок диктует, где кому стоять. Вот в городе, надо сказать, что как раз вот в городе городская администрация, по-моему, даже 5 лет назад уже была разработана долгосрочная программа поддержки бытового обслуживания, поддержки и развития бытового обслуживания. Понятно, что она тоже устарела, там тоже очень много пунктов, которые не нужны, а некоторые пункты вредны. Многого не хватает, но в этом году, сами понимаете, год был такой выборно-перевыборный, нестабильный, и чего-то добиваться и ожидать от этого года в плане того, чтобы окончательно, ну вот как-то, к сожалению, не удалось. Но что удалось? Обсудить проблемы, удалось все-таки внести предложение в новую программу, чтобы была хотя бы услышана и новая концепция, и конкретные какие-то пункты, которые нужны нам, бытовикам, которые нужны ремесленникам. Нам показалось, что мы были услышаны городской администрацией, но сейчас, вы понимаете, кадр меняется, и как будет новый кадровый состав этот решать. Что еще нам удалось за этот период? Когда наш новый мэр, Вячеслав Викторович Двораковский, встречался с предпринимательскими сообществами, он встречался на расширенном заседании правления ассоциации поддержки развития предпринимательства. И мы, как ремесленная палата, очень большой список наказов мы ему дали, и надеемся, что мы не будем забыты... Какие ключевые были? А то записал, какие требования выдвигали ремесленники. Да, да, то есть там очень огромный перечень, и какие-то, то есть даже не просто, понимаете, мы уже тоже изменились, как общественное объединение. Ведь раньше, ну, допустим, мы что-то там ожидали, мы говорили, мы сначала озвучивали и актуализировали, что вот смотрите, проблема, смотрите, проблема. Потом мы учились говорить, как это сказать власти, и в то же время, чтобы и власть не обидеть-то, и чтобы все-таки призвать сообщество. Потом произошел следующий этап, мы стали объединяться, стало понятно, что один в поле не воин. Одна ремесленная палата со своими ресурсами, она не сможет что-то, понимаете, противостоять. Тем более, к сожалению, к сожалению, то, что им рассказывала про Кобелева, про общероссийскую ремесленную палату, ну, я бы сказала такое слово лоббирует. Сейчас это хорошее, нормальное слово лоббирует во всем мире, это раньше оно у нас считалось чем-то таким позорным, нехорошим. Но вот, к сожалению, вот некому на высоком уровне достаточно сильно пролоббировать интересы ремесленничества и бытовиков. Вот, поэтому мы стали объединять свои усилия общественное объединение. Ремесленная палата является ассоциативным членом ассоциации развития и поддержки предпринимательства. И понятно, для того, чтобы быть услышанным, собрать круглый стол, в том же конгресс-холле сделать какое-то хорошее мероприятие, громкое мероприятие, пригласить экспертов с других регионов, услышать своих коллег, как они работают в других регионах. Конечно, стало легче, я говорю сейчас с точки зрения и ресурсов, и с точки зрения понимания даже предпринимательского сообщества. Потому что, когда предприниматель, вот он пришел в бизнес, ему говорят, ты можешь вступить в организацию? Ой, а в какую? Ведь есть вот и это, и это, и это, и это. И поэтому мы сейчас объединяем усилия. Сейчас вот проходил форум последний предпринимательский, круглый стол мы проводили, Содружество парикмахеров-косметологов, ремесленная палата и представители наших профильных учебных заведений. Понимаете, Министерство экономики. То есть уже отдача лучше, отдача выше. Еще бы, вот, конечно, бюджет бы нам все позволял притворять все наши планы. Ну, то есть, я насколько понял, в областной нету какой-то целевой программы, поддерживающей бытовые предприятия, ну, предприятия бытового обслуживания, ремесленные. Они есть в форме всей программы поддержки субъектов малого бизнеса. Там прописано декларативно. Там прописано, как вы знаете, пишут, вот и т.д., и т.п., то есть для предприятий малого бизнеса, в том числе бытового обслуживания. И мы понимаем, когда в том числе, это уже нет. Это уже нет того понимания, дифференциации и индивидуального подхода. То есть, когда вот это идет обобщение, мы понимаем, что сейчас нет желания, или нет возможностей, или нет специалистов. У областного правительства нет таких, не было, по крайней мере, таких задач. Но вот на недавнем круглом столе, который были и присутствовал новый министр экономики, Триппель Александр Фридрихович, мы к нему обратились, и он сказал, пожалуйста, вносите свои предложения. Мы предложения свои отправили. И я думаю, что вот у нас как-то, может быть, исторически так сложилось, что все-таки вот у нас лучше получается, когда приходишь к чиновнику, причем лучше к чиновнику самого высокого ранга. И тогда что-то уже начинается, подвижки ниже, 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 ниже. Веселее тогда идет вот компания. А мы как-то, наверное, у нас была... Стратегия – это правильная, понимаете? Тактика была неправильная. А как сегодня отрасль, вот, к отрасли относятся надзорные органы? Вот взаимоотношения с надзорными органами, они такие карательные, или все-таки появились какие-то новинки, новые изменения, тенденции? Вы знаете, сейчас немножко еще, да, отвечу на предыдущий вопрос, что по поводу того, что комбинаты или не комбинаты, я думаю, что и те, и другие будут, да. И более того, я хочу сказать, вот помните, когда-то мы с вами вместе принимали участие в конкурсе, да, управленцев. И тогда было очень здорово, мы всегда вот приветствовали, когда бизнес идет на пути диверсификации. Так вот, когда мы часто видим сейчас предпринимателей, которые начинают открывать маленькое ателье, потом идет, действительно, человек понял, что бизнес – это его, это его профессия, и действительно у него получается. И уже дальше идет следующий этап. Или изначально бывают у нас какие повороты, что бывает человек, он покупает помещение на тех же аукционах, которые проводятся, да, он, и этот предприниматель, ну, он не хочет заниматься услугами, он просто занимается арендными услугами, он задает в аренду. А там уже, вот уже, вот они все вместе. Есть у нас такие уже прообразы тех комбинатов, которые были, да, в эпоху развитого и неразвитого социализма. Я думаю, что это и задача, одна из властей – определить места, где такие комбинаты могут существовать, и предоставить там на льготных условиях предприятиям бытового обслуживания. Ой, я не знаю, ставить ли эту задачу власти – это должны. Это должны, потому что, вы знаете, ну вот тоже, опять же, на том же круглом столе с нашим новым министром экономики, он тоже озвучил проблему, что нам нужно привлекать инвесторов, и вот нужно обязательно рассказывать, где что нужно. И я внесла предложение, говорю, давайте мы назовем вашу программу «Карта возможностей». То есть сейчас у Ассоциации есть проект «Карта потребностей», а есть еще «Карта возможностей», особенно что касается города Омска, потому что городом Омском не занимались. В каком районе? Иногда вы видите, что идут дома, и сейчас иногда в одном доме два ателье или две парикмахерские и так далее и тому подобное. А вот чтобы вот эту и дислокацию, да. Но, опять же, это должно быть только предоставлять информацию. Власть не должна диктовать в условиях рынка, что вот здесь непременно вот ставьте вот здесь вот все. Нет, мы должны прийти, мы, или внешне, допустим, инвестор приходит и спрашивает, вот располагаю деньгами, хотел бы здесь комбинат. Где нужен комбинат? Сейчас никто не ответит, где нужен комбинат. Поэтому, конечно, вы правы. На сегодняшний день, конечно, имеют право и мелкие предприниматели, и крупные объекты, но и те, и другие сталкиваются, конечно, с этой проблемой, которую вы сейчас сказали, контроль. Контроль в этом году нам представил законодатель Дмитрий, новеллы, которые мы до сих пор еще не можем переварить. Во-первых, в разы увеличилась плата за санитарные книжки. Я понимаю, как врач по образованию, я только за то, чтобы были санитарные книжки. Но почему санитарная книжка стала стоить в 10 раз дороже? Санитарная книжка, как вы понимаете, вы клиент, вы пришли получить услугу, вам важно, чтобы вас не заразили каким-то инфекционным заболеванием. Но почему теперь, чтобы получить санитарную книжку, нужно пройти стоматолога, психиатра, нарколога и так? Вы понимаете, если выявляется у моего работника, ну, немножко там, допустим, снижение интеллекта, или там легкое душевное расстройство, или, не дай бог, кариес, или зубов у него не хватает, или маммография покажет какие-то изменения, я что, ее на работу не могу принять? Или я ее уволю? Это противоречит нашему же трудовому кодексу. Я это называю открыто. Вот я это не боюсь называть. Это за счет предпринимателей поднимает систему здравоохранения. Только так я могу сказать. Заметьте еще, что это не в одном месте все надо пройти. Это нужно пройти по разным больницам, и вот это все заплатить. Следующее, это то, что аттестация рабочих мест, она была, но теперь, конечно, строгостью и стали строже к этому относиться, и чаще проверять. Следующие новеллы этого года, это Роспиротнадзор. Он долго-долго готовился, и вот, наконец, в этом году пошли массовые проверки, и с гордостью прокуратура природнадзора сообщает нам на всех сайтах, что проверили 50, все проверки результативные, все нарушители. Понимаете? То есть, ну вот почему такие нарушители? Все совершенно неграмотные, или все такие вот злостные, просто хотят вот как-то вот усугубить ситуацию какую-то санитарно-эпидемиологическую. Нет, вы понимаете, если почитать вот законодательство, нужно быть специалистом, нужны комментарии. Более того, нужна методика, как это выполнить. И следующий главный вопрос, нужны деньги еще для того, чтобы это выполнять. То же самое касается новинки, это Роскомнадзор. Это очень сложно, конечно, благо, что вот эти специалисты Роскомнадзора, они идут навстречу, и к ним можно прийти, они вам не только регламент общей проверки по ведомству, они именно для вашего предприятия предложат ваш личный регламент вашего предприятия. Что есть позитивное в плане проверок? Я думаю, что сейчас вот мы с вами наблюдаем некоторый такой эпохальный, исторический процесс, когда появилось новое поколение предпринимателей, это особенно молодые предприниматели. Ведь мы, когда там 90-е, начинали 80-е, допустим, бизнес, иногда кто-то шел от отчаяния, от безысходности, когда предприятия закрывались, когда не было заработной платы, и нужно было идти, и нужно было как-то кормить свою семью. Сейчас есть выбор, идти в предпринимательство. И молодые люди, они получают специальное образование. Вот ярким примером есть студенты, выпускники института сервиса, когда уже профильные, профильные факультеты готовят профильных специалистов, и, конечно, им, наверное, легче организовывать и вести свой бизнес. Но что самое главное, появился новый, новый, я бы сказала, класс проверяющих. То есть это новое явление вообще в развитии вот этого новейшей российской истории, развития предпринимательства, когда, приходя на плановую проверку, проверяющие вам не только указывают, вот у вас, Дмитрий, вот здесь и здесь неправильно, а вы знаете, Дмитрий, что вышло новое постановление, и нужно обратить на это внимание. Вам кажется, что это какие-то фантазийные образы? Нет. Я вас хочу уверить, совершенно пример, это я привожу вам пример из жизни, на примере в нашем Кировском округе инспекции по пожарному надзору. Вот как нужно было организовать Крутикову, Андрею Викторовичу, своих подчиненных, как нужно было с ними проработать, чтобы, приходя на проверку предприятия, молодые лейтенанты, которые там, капитаны, они именно так себя вели, учтиво, корректно и обязательно, начиная, будьте, дайте, пожалуйста, они не денег просят, они не что-то просят, они говорят, дайте какой-нибудь носитель, на который вам можно скинуть те новые требования. И вот обратите внимание, вот сейчас, вот в этом пункте, видите, какая заковыка, очень хитро по обучению, вот здесь по огнетушителям новинка, поэтому, конечно, большой респект лично Крутикову, и, конечно, я думаю, что пусть все остальные проверяющие, наверное, как-то перенимают опыт. Это отрадно, это позитивно. Я думаю, кстати, вот это очень важно, находить не только негативы, но и те позитивные моменты, которые есть, и дальше их как-то вот тоже тиражировать. Замечательный пример, такой позитивный, как раз под конец нашей передачи. Да, и очень благодарна вам за то, что вы пришли, за вашу беседу. До свидания. Спасибо, что пригласили, буду рада еще прийти. До свидания. Хочу напомнить, что мы говорили сегодня о предприятиях бытового обслуживания города Омска. Наш гость Ирина Константиновна Живаева, председатель некоммерческого партнерства Ремесленная палата Омской области. В студии был Дмитрий Сапунов. До свидания. Дмитрий Сапунов.